Привет! Ну купили мы наконец-таки машину парню. Все как и хотели за 250 тысяч семерка БМБ. Даже смешно. Женя сам нашел эту машину, она в городе Троицке. Попросил посмотреть, я прозвонила барышню, вроде бы нормально все, машина говорит, что на ней 5 лет, ездит сама, на нее же оформлена на эту женщину и т.д. В общем, машина действительно хорошая, если вообще можно этот автомобиль в этом возрасте и с этим пробегом под полмиллиона назвать хорошим. Короче, она сносная, это просто бриллиант из той кучи, которую мы смотрели и которую я прозванивала, которая вообще продается на нашем рынке. И продолжаю настаивать, что такие автомобили брать нельзя. Продолжаю, дорогие друзья, настаивать. На мой взгляд, покупка такой машины это огромная ошибка. В какой момент и что встанет у нее, я не могу предсказать, я не Господь Бог. Нельзя заглянуть внутрь в мотор и сказать, какова там усталость металла, какие там внутренние повреждения в данный момент, и когда там чего и чем накроется. Тем более, что нашему Жене нужно ехать в Читу. И что он там зальет по дороге в эту машину, это вообще большой вопрос. В общем, не одобряю, но из всего того, что мы смотрели, этот вариант просто идеальный. Хотя бы потому, что машина действительно более-менее обслужена. Пробег, если и скручен, то не очень сильно. А скручен он, скорее всего, потому что машина через Белоруссию пришла сюда из Германии. И когда-то там в Германии, наверное, когда она шла в Белоруссию, слегонца подкрутили, потом еще слегонца подкрутили в Белоруссию перед тем, как она ушла в Россию. Теперь она 5 лет здесь проездила еще. Но, слава Богу, в Подмосковье это уже полгода. Может, поэтому она не такая ржавая, но она, конечно же, крашенная. Так что смотрите этот автомобиль, смотрите, как мы его подбирали. Ну, а в дальнейшем, что будет с этой машиной, смотрите на канале Ужеки Чудобровского. Пока! Здравствуйте! Здравствуйте! Добрый день! Какая судьба, в принципе? Какая судьба? Прыгнула. Минска. Гнали сами. Год не могли растаможить. Ну это сертификат, да, потому что? Да, да, сертификат. Евро-4, да, она не идет. Да, да, нет, она шла как Евро-4, там можно не хотеть. Ну и все, с тех пор она у нас. А там долго она жила, в Голгороде? Не могу сказать, там у них не было, как у нас таких свидетельств. Ладно, хорошо, да. Пишу за черт. Только замешивай. Пагажничка. Основная проблема, это длина. Длина. А, ржачная. Так выглядит пока нормально. Руфи, да, не плохо. Чего у меня объем-то 4,4? Вообще, эти движки, они нормальные, не проблемные? Эти движки миллионники. Миллионники. Месяца два назад поменяли воноса, вот эти точки. Остальное пока ходит. Не крашили. Здесь мы ее не красили. Единственное, что с ней делали, по кузову, это вот то, что я с тампончиком ходил. У нее двери погнившие, ну, видел, да? Да, я видел, да. Ну, это нормально. Да, снизу, ну, да. И, соответственно, низу, вот так все, где-то там с шпаклевочкой, арочки сделаны. Пороги вниз твои. Пороги я видел, да. Родные фары, офигеть. Вообще, декабре восьмого у нее фары вот эти. Ну, может быть, фары были медленные, как бы, мы ничего не меняли. Как она есть, как она есть. Вот их попроценик. Пробег, в принципе, лучше, но в Беларуси. Пробег по компьютеру он бился, по-моему, до 2004 года. И как, 2004, 2005, 2006, один и тот же пробег, который мастер этой машины снимается. Она у нас здесь прошла, ну, лишь 40, наверное. Потому что я езжу. Радиатор нормальный? Что-то тут? Радиатор где-то есть. Он где-то текает, есть? Радиатор где-то есть, да. Сопливица? Сопливица. Сопливица. А он со своей стороны выключил. Сверху текает. Обычно в стыке не пластик. Да, там, но... Больное место, где вот прям зажимы идут, вот тут. Силиминовый, пластиковый. Вот этот, он прям видно по периметру и... А антифриз, ну, поливаете? Что здесь? Ну, где-то недель же. Недель-две назад, да, подливал. А руку уходит, да? Ну, что, раз, давай. А ты, что эти шорки? Значит, фары можно полирнуть, они лучше будут светиться. Я уже пробовал полирать, но, правда, механически сам, без... Не, ну, 3М надо пластырь просто. Я брал пластырь для пластика, которая легкая совсем. Но вы машинка кругом, вручную? Нет, вручную. Бесполезно. Надо, чтобы было температуру побольше. Он, кстати, получше. Я вручную разогревать просто тяжело, видно. Поэтому... Так, в принципе, они живы. Если надо, берите с собой. Где таможда? Это в Домодедово или в Щербинке? В Щербинке, которая. И в итоге они дали добро, да? Короче, как получилось. Когда всю эту тему начали заворачивать, сказали, что машины старше 2002 года, мы вообще не рассматриваем, забудьте. Что хотите делать? Как металлолон сдавать? Аленка 2001 года была. Это еще просто по времени не успели. Они же потом на всю эту тему начали. Вот. Ну, мы год ездили, ездили, ездили. Я говорю, давай, Радь, Парыкова попробуем, съездим на таможню, узнаем, что к чему. Ездим на таможню. Она говорит, а мы вам письмо отправили, чтобы вы приехали за своим... Давайте, говорит, заявление еще раз. Ну, комплект документов собрали, заново закинули. Колодки, да, недавно меня. Колодки, да. Сколько? Неделю или две назад поменял. Неделю или две назад. Ну, там еще был 20 сантиметров. Диски я менял, я скажу, когда, году 13-го. Мы меняли передние диски, задние диски, задние диски меняли, и тросики, и... Ну, хорошо, полностью комплекты. Но нам все равно надо ехать. Вот сколько мы на ней отъездили, сколько до нас ее эксплуатировали, не знаю. Ну, вот, у нас единственный и стал вопрос, что вы ее прасили. Ну, красить надо потом, знаешь, как зачищать полностью, снимать всю краску, раздирать все. Причем, насколько я смотрю, капот, по-моему, не ее. Не ее. Потому что он был серебристый, сбоку видно. Что там было, мы не знаем. Не, ну, учитывая, что фары родные, и все железо родное. То есть... Стекла родные, потому что вина ее набит на всех стекла. Да, я знаю, да. Обычно на фоне этого хлама, который вообще продается, она выглядит. Если понимаете, сами прекрасно понимаете, мы могли облить, вот, чисто косметически сделать. Давайте все вылинуть очень быстро. Надо прям до металла все счищать полностью. Выстою его делать. Такая работа очень кропотливая. У меня задача какая? Ну, там я думаю, мы вас дешевле покрасили. Я думаю, да. Не знаю, получится, не получится. Если в будущем получится. Если уйдет машина, значит уйдет. Если нет, то уже приводи кузов в порядок. Потому что дверь, в принципе, в хорошем состоянии я нашел. Не ржавые, ничего. В идеале, если... И компот, если поменять. Если, да, если вот делать уже надолгое время для себя, то дверь под замену. Ну, это в идеале. В принципе, это тоже убирается, но это ненадолго. Боль для деятельности, конечно, что тут есть. Поработать надо. Ну, он не так же прям, что все вот. Да, не, не. Прошу, шаталу, прошу. Хороший. Сталон не затер и нигде не поцарапнул. И хотел нас ездить код на телефоне. Он садится на свое место. Тоже, если вот смотрят, что народ продает. Телефон рабочий. Вставляйте симку, пожалуйста. А, да? Вот телефон? Да, там телефон. Работает все отлично. Там на коче, там в пепете симку. И он все работает. Набор все только, правда, с наших телефонов, все на работу. В принципе. Да, на фоне всего остального, это просто ласточка. Да. Ну что, прокатимся? Скажем так, этот блок лег в основу уже современных вот этих моторов, которые на ебках стоят. Блин, так едет нормально. АБС работают. А, да, кстати, меняли полностью этот блок АБС. Потому что погорел, там что-то решили не заморачиваться. Перепаивать, переделывать все это было... Запчасть тебе будет нужна? Когда как. Смотря какие. Болучные нет. В зависимости, что мастер советует. Если он говорит, что вот эту запчасть надо именно оригинальную, значит, ты где делать оригинальную? Если он говорит, что такое-то, то такое-то. Проблем я особо не знаю. А что у меня бушная ставили? Бушная? Блок АБС тут. Блок АБС, но он отремонтировался. Ну, провод, провод подкапотную меняли. Ну, и то, по-моему, даже не надо было. Это когда сервис поменяли, немножко попали на нехороших людей. Да все, наверное, что-то. Мне нравится все. Все.